Всем привет, друзья, с вами Варочек. Поговорим про Battle Pass World of Tanks 1 сезон. Если, грубо говоря, не вдаваясь в подробности, вы не собираетесь донатить и просто играете в картошку, то время от времени вам будет приходить какой-то мусор в виде награды за повышение уровня. Уровень повышается за то, что вы просто играете в рандомные бои. Когда вы попадаете в топ-10 или топ-5 по опыту в проигравшей или победившей команде, вы получаете, соответственно, 7 очков за топ-3 и 5 очков за топ-10. В проигравшей команде топ-3 получает 5 очков, топ-10 получает 3 очка. Остальные 5 человек в самом низу в победившей и проигравшей команде ничего не получают. Распределение очков максимально окончено, а сразу это очевидно. Это задание никакого стимула побеждать не дает. Также на каждом уровне на танк будет определенное количество очков, которое можно заработать. После этого танк больше очки приносить не будет. Чтобы пройти весь сезон, который будет длиться 3 месяца, вам понадобится всего лишь 3 десятки. Считаю, что это мало. Этот сезон первый абсолютно не для старичков. Поскольку вы не сможете применить свой большой ангар, даже не то что наполовину, даже на долю процента не получится задействовать свой ангар. Очень мало танчиков будет использовано для прохождения этого замечательного батл пасса, если вы вообще собираетесь его проходить. В принципе вот и все. Вот такой вот сезон. Ни к чему не приуроченный, ни к чему не прикрученный. Никакого параллельного события, грандиозного изменения и улучшения игры, приуроченного к этому сезону, нету ничего. Просто обычная игра, обычное задание, которое мы уже видели несколько лет. И почти все обычные задания в картошке выполняются очень просто. Попасть в топ-10 по опыту. Что мы видим и здесь. Ничего интересного абсолютно нету. Во многих онлайн играх сейчас проходят всякие батл пассы. Точно так же как и вот это вот в картошке. Они там то батл пасс, то сезон, неважно как они там называются, это все одно и то же. Обычно как это происходит в нормальной игре. Выходит какое-то грандиозное, замечательное, большое изменение с кучей контента, новых механик, много новых карт, город там какой-нибудь в игре сделали или еще что-нибудь. То есть грандиозное, здоровенное событие с кучей контента. Также еще добавляют к этому грандиозному обновлению сезон, батл пасс, боевой пропуск, в котором обычно 100 уровней. На каждом уровне можно получить различную кастомизацию, очень полезные какие-нибудь ништяки для игры, скины, кучи вещей и так далее. И после сезона обычно у игрока остается целая куча всякого шматья, скиновой одежды и вещей игровых, которые приурочены были к этому обновлению. Еще они все обычно стилизованы под какое-то вот это вот грандиозное большое событие в игре. И в каждом таком вот сезоне существует еще возможность купить платную часть сезона, чтобы за каждый уровень получать награду не только бесплатную, но и платную. В некоторых играх сделано в принципе, что сезон доступен только тем, кто купил. Каждая игра делает по-своему, но если рассматривать картошкин вариант, если игрок хочет поблагодарить разработчиков за это грандиозное изменение в игре, за кучу контента и всего нового, что добавлено в игру, то у него есть возможность закинуть денег на этот сезон, поиграть в него и получить еще больше ништяков, если он захочет. А может просто поиграть в это все бесплатно и тоже получить кучу всего. Что же мы видим в картошке? Ни к чему ничего не приурочено, не прикручено, никакого события в игре нету вообще. За что благодарить картошку? Ведь у нее тоже есть платная часть боевого пропуска. Просто за то, что игра существует. Я не считаю, что игра развивается хорошо, настолько, чтобы можно было разработчику поблагодарить за изменения и купить боевой пропуск. Лично мое мнение. Что касаемо бесплатной части, да в принципе и платной, что там за награды? Просто расходники, просто чертежики, просто резервики. Жменька дней према. Два камуфляжика и 3D стиль 1, если бесплатно, 2, если заплатить. Сколько стоит это удовольствие, если мы захотим платную часть этого сезона увидеть у себя в ангаре? 6500 голды. При этом заплатив 6500 голды, мы ничего не получим. Нам нужно будет еще все это самому пройти. Чтобы все это пройти, если вы сильный игрок, вам понадобится 300 боев в месяц. Если вы будете всегда попадать в топ 3 по опыту. Если всегда в топ 10 по опыту, то в пару раз больше. А если вы слабый игрок, то вам понадобится 1000 боев в месяц, чтобы это все пройти. И это все на протяжении 3 месяцев. Нужно будет батрачить, поэтому платить за это я что-то не понимаю зачем. И лучше всего не рисковать. Если уж вы так сильно любите картошку, то лучше задонатить 6500 голды в самом конце. Поскольку там будет видно, докуда вы дошли. И все награды, которые доступны только тем, кто задонатил, они вам тоже придут за те уровни, которые вы уже пришли. По крайней мере так говорит картошка. А если вы увидите, что вы очень мало прошли, и платить не за что, и оно вам не нравится, то и платить не придется, раз оно вам не понравилось. Поскольку награды ничем практически не отличаются. Бесплатные от платных. Просто в платном мусора больше. А награды действительно лично я для себя назвал в этом сезоне первым в картошке мусором. Также если говорить про цену, это самый дорогой платный батл пасс, который существует на рынке онлайн игр. В среднем он раза в два дороже, чем обычно в других играх. При этом там на каждом уровне куча скинов, всего красивого, интересного шматья и игрового имущества. У картошки же просто какой-то мусор, который может пригодиться только новичкам. И то они их используют, сразу же как получат, просто поклацают, и оно все рассосется. По экипажам, по веткам прокачивания. И в принципе этого ничего заметно даже не будет, что вы что-то получили. Ничего у вас в ангаре толком не останется, что можно будет пощупать. Плюс еще это все растянуто на три месяца, пока вы будете это получать. Вы даже не ощутите, что вы что-то там вообще получали. Несколько дней према, пару сотен чертежей, 900 тысяч серебра, два камуфляжика, там 3D стиль и бумажечки для экипажа. Также еще пару десятков резервов на опыт экипажа, на свободку, там и просто на опыт. Это все растянуто на три месяца. А если задонатить, то получите еще столько же. Может там чуть больше дней према и чуть больше серебра. Это не о чем. Это самый позорный батл пасс, который я видел вообще во всех играх. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok